Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. Сегодня у нас рубрика Фаберлик без прикраса. Это значит, что впереди вас ждут самые честные и достоверные отзывы. Итак, поехали! Вот такой огромный пакет баночек с капельки. Здесь много интересного и декоративочка. Давайте попорядку. Начнем с серии дом. Закончилась вот такая вот мочалка. Это у нас с вами апельсиновая меренга, что-то типа того. Здесь совсем в конец уже измылились все шарики, но она не распустилась. Ничего с ней не случилось. Долгоиграющая была у нас эта мочалка. Несколько месяцев. Все отлично, все нормально. Можно было бы использовать дальше как мочалку, но я сам формат таких мочалок лично не люблю для себя. А Ксюшке я взяла попробовать новую малиновую. Но малиновый аромат не очень. Здесь он классный. Он, кстати, остался до сих пор на мочалке. Все равно он присутствует. Может где-то маленький какой-то кусочек, осколочек. У нас первая мочалка только зеленая разматывалась, потом вторая зеленая не разматывалась, оранжевая тоже. Как бы все нормально. Но и то ее можно замотать потом вот этой ленточкой. Но это вот несколько месяцев прослужило и хоть бы что. Кстати, у этих мочалок есть пакет. С зип-замком можно брать в бассейн, можно брать на отдых, но это очень удобно. На самом деле очень удобно. И для ребенка она моется сама. Это тоже очень удобно. Так, дальше. Концентрированный гель для посуды. Вот такой закончился. Это у нас с вами свежий лайм. 0+. Артикул 397. Классный аромат. Все замечательно. Вы знаете, мы из него делали мыльные пузыри. Я добавляла капельку глицерина. Еще разводила водой. И они получаются изумительные. Сейчас взяла яблоко. Не получаются мыльные пузыри. Я не знаю, от чего это зависит. Вот они получаются плохие. А здесь были прям крутые. Аромат классный, свежий. Такого сладенького лаймово-лимонного комботика, что ли. Какого-то такого морсика. Радует то, что 0+. То есть и крестюшки с рождения. Я сначала брала первое время детское средство. Потом перестала. Потому что вот, пожалуйста, 0+. Зачем я буду 100 банок наставлять, если есть одно замечательное. А из детской линейки Фаберлик Бэби закончился кондиционер. Один из моих любимых кондиционеров. Во-первых, он Салоэ Вера. А во-вторых, он гипоаллергенный. Гипоаллергенная душка. Указана без красителей. Артикул 115-16. Мне нравится стирать они взрослые вещи. Потому что мне нравятся ароматы от белья на выходе. Это аромат зеленого чая. Он очень классный. Такой травянистый, зелененький. Вообще заходит на ура. Прям какой-то такой, знаете, свеженький, травянистый, зелененький аромат. После него очень мягкое белье. Именно этот кондиционер и еще Сенситив делают Фаберлик белье самым мягким. Дальше из серии «Дом» закончился кондиционер ароматерапия. Господи, золотая органа. Один из любимых тоже. 118-54 артикул. У него запах, знаете, такой дорогого парфюма. Дорогого люксового парфюма. Такого достаточно тяжелого. То есть нелегенький такой аромат. Он очень насыщенный. Белье на выходе очень насыщенно пахнет. На всю квартиру прям аромат. Поэтому, кто не любит сильную отдушку, проходите мимо. Кто любит, вам обязательно понравится этот аромат. Я знаю, он у многих-многих в любимчиках. Так, закончился порошок. Сейчас у нас была классная акция распродажи. Я думаю, многие себе набрали порошков по 300 рублей. Потому что совершенно адекватная цена, как до подорожания. И у меня закончился горная свежесть. Артикул О323. Здесь 800 грамм. Он тоже гипоаллерген. Он замечательно отстирывает. После обновления. Потому что я еще раз повторяю всем. Потому что некоторые до сих пор спрашивают. Вы же так хаяли порошок. После обновления он стал гораздо лучше. Он отстирывает лучше. Раньше он мне совершенно не нравился. Здесь добавили похода. Не похода, по-моему, мы с вами разбирали. Оптический отбеливатель. Но безопасный. Вроде как. Он у нас с вами гранулированный. Заменяет 3 килограмма обычного порошка. Он подходит астматикам, аллергикам, атопикам. Потому что вот эти гранулы, они не распыляются даже, когда вы насыпаете, да, контактируете с ним. И он выполаскивается полностью. Поэтому порошок выше всех похвал. И отстирывает он все равно лучше всех. Так, 2 туалетных бумаги закончились. Влажных. Это детская и обычная взрослая. Так, хотя бы взрослая тоже не спирта, ни силиконов, ни красителей нет. Порадовало то, что она смываемая. Здесь 40 листов в каждой пачке. Вообще мега удобно. Мне очень нравится. Я буду брать обязательно еще. Взрослый артикул 304.00, а детская 304.01. Они крутые. Ну что сказать, девчонки. Написано, рекомендуется смывать один лист. Я смываю два. И прекрасно все. Ничего не засоряется. Все замечательно. Она смывается. Все здорово. Потрясающе. Если у вас еще есть детки. Да, супер. Супер. Который на горшочек там ходит. Да, вообще замечательно. Так, дальше закончился вот такой вот чай. Один пакетик даже завалялся. Это давно он у меня лежит. Девчонки, у меня просто мои не... Я не пью чай, а мои не любят чай фаберлик почему-то. Черный чай. Восточный чебрец с кардамонным экстрактом каштана. Артикул 1612. Очень давно лежит. Классическая упаковка. Здесь отрывается штучка и пакетики достаете. Вот так выглядят пакетики. И он на самом деле чай неплохой. Вот сейчас у меня муж его пьет. Он неплохой, действительно неплохой. Он более-менее из всех. Здесь классные травки в составе. Кому интересно, на сайте почитайте. В общем, ну я решила его дорасходовать, потому что давно лежит. Не любят напеть. Выбрасываю соус лесные грибы, потому что не так никто не смог его доесть. Что-то он не очень зашел на самом деле. Вкусненький вроде с грибами, но это знаете так вот на раз, на два. Каждый день его есть не будешь. Срок годности заканчивается. Тут еще немножко осталось. Он действительно со вкусом грибочков. Он неплохой. Но есть какая-то вот кислинка, которая мне в нем не нравится. Я повторять его не буду точно. Артикул 16125. Фаберлик молодцы вообще. Едай все, что хочешь. У нас тут с вами и есть. Так. Гель для подмывания с экстрактом череды Алоэ Вера. Долго рассказывать не буду, потому что эту серию вывели абсолютно всю. Остались на сайте только салфетки. А новый будет только с 14-го каталога. Это мега подстава вообще. У меня многие любят эти подмывашки. И теперь вот лишились. Кто в запасе не набрал, я и в том числе. У меня в запасе больше нет. 1644 артикул обалденный, супер, все классно. Ждем новую линейку. Закончился гель для душа Феррика Мансуэли. Такой он прозрачный. Упаковки, а сам он такой слегка оранжево-персиково-гелево-полупрозрачный. Во, писала. Артикул белым написано 8412. За что люблю. Вот этот парфюм вывели, но он был один из самых удачных. Фаберлик и Мансуэли именно, да. Он обалденный. У меня этот флакон вообще ушел. А, у меня так ни одни духи не кончались. Особенно Фаберлик. Он вообще реально классный. Поэтому, когда хочется этот аромат повторить, я беру гель для душа. Он, к счастью, доступен к заказу. Парфюмерный гель для душа вообще классный аромат. На теле не держится совершенно, но принимать душ удовольствие. Закончился бальзам Морошка. Вместе с Ксюшкой его добивали. Очень классно от него плестят волосы. У нее они ложатся прям локонами. Немножко они подвиваются. Артикул 01.94. Здоровый вид волос, здоровый блеск, напитанность. Все. Мне маловато для моих сухих волос. Вот для Ксюшки вообще супер. Но и у меня от него. И про маску я вообще из этой серии молчу бомба. Блестели волосики. Как бы все отлично. Вообще серия. Мега удачно. Кто мороженое еще не пробовал, прям очень рекомендую. И шампунь, и бальзамы, и маску. Так, закончились два шага у меня карбокситерапии. Мы с вами брали, помните, огромное количество карбокси по великой распродаже за копейки. Так, первый шаг 02.94. Второй тоже. Они идут в одной коробке. Первый два шага. Третий шаг маска отдельно. Что хочу сказать. Карбокситерапию люблю, обожаю и уважаю. Она действительно классно. Очищает лицо. Я пользовалась через день. Прям четко взяла себе за правило через день пользоваться. Я заметила, в осветлении пигментных пятен они становятся действительно светлее. При системном уходе использование этой системы через день. Вот это как бы мои наблюдения такие, да. Очищается лицо. Лицо выглядит свежим. Оно разглаживается. Оно упругое. В общем, мне нравится все в этой системе. Естественно, буду брать еще. Когда закончится. У меня еще две упаковки по полной запасе. Сейчас небольшой был перерыв. Опять возобновлю и буду делать через день. Так, закончилась пенка Global Oxygen. У меня ее добивала Крестюшка, Крестюшка, Восказанова Ксюшка, 5807. Действительно крутая пенка. Одна из моих любимых пенок Фоберлика. Она у нас с вами не пересушивает. После нее нет чувства стянутости, нет желания что-то нанести. Она мега-мега крутая. Она очень круто очищает. Она нежная, она суперская. Вот все в ней замечательно. Поэтому, кто не пробовал, присмотритесь. Рекомендую. На скидках бывает хорошая цена. Да и так не сильно дорого. Гель для туалета очищающий закончился. Это у нас Home Faberlic. Цитрусовый микс. 302,93 артикул. Гель для туалета мощный, классный, суперский. Они все три. У нас их, по-моему, они все классные, мощные, суперские. По действию мне они кажутся одинаковыми. Заливаю под ободок унитаза. Удобно, что есть носик. Закрываю крышку, ухожу. Прихожу, смываю. Все идеально чисто. Ничего не надо чистить. Если, конечно, какие-то сильные загрязнения, то можно немножко почистить ершиком. А так все отлично. Поэтому люблю, обожаю. Запах здесь, правда, химозный. Поэтому, как бы, ну, залили и ушли. Лучше вот так. Закрыли унитаз, ушли. Так, дальше закончился гель для усиления завитка. Он, по-моему, называется. Да, вот такой вот. Это у нас с вами Curly Icon. Забыла уже, девчонки. Curly Icon, да. Curly Icon. Так, артикул 0998 мне понравился. Даже на моих ровных волосах можно создать интересную волну и получится такое интересное коре. Я вам показывала укладки с этим гелем. У меня еще стоит еще один. Иногда, знаете, когда влом сушить голову феном, нет времени или просто лень, да, я на мокрые волосы вот этот гель беру. Вот так волосы жмаку, 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 они высыхают естественным путем. Получается очень достойная, интересная укладка. Не утяжляет, кстати. Совершенно не утяжляет. Так, дальше. БАД один закончился. Color Block. Блокатор калорий. Ничего не заметила, не похудела. Надо рот зашивать, чтобы похудеть. 157-75 артикул. Вопросы много в личку пишут про эти БАДы и так далее. Как принимать, и что в любом случае вам все равно нужно какое-то определенное питание. Если вы продолжите есть булки, жареная, копченая и так далее, и будете пить вот эти вот препараты, вы не похудеете. 100%. Я вам говорю. Это как вот в системе, да, вспомогательные средства, да, но так нет. Так, еще один гель для подмывания младенцев. Целых два. Мы добили все, что осталось. Так, декоративно. Сейчас в конце посмотрим. Еще один БАД, девчонки. Это у нас что с вами? Это Мастоп. Мастоп очень многие девочки хвалят. Прям очень-очень многие. Здесь у нас брокколи в составе. Артикул. У меня артикул стерся, девчонки, по названию Мастоп. Мне понравилось. Вы знаете, как-то менее болезненно проходили месячные. Они не так и болезненно у меня проходят, но у меня тянет шрам на матке. Он у меня вертикальный, и он у меня потягивает. И вот как-то вот более комфортно, менее болезненно, да, что ли. Пропила курс, взяла еще одну баночку, но случился такой перерыв. Я в поход уехали, там БАДы не пила. И поэтому сейчас надо достать, опять разложить в свою таблетницу все БАДы и начинать пить. Понравился, действительно понравился. Девочки писали, что прям решал этот БАД такие проблемы, которые не решал врач. Так, карандаш пятновыводитель. Ему я постоянно пою. Ода, это линейка Фаберлик Хо. Артикул 301.52. Это та вещь, которая выводит у меня любые пятна. Даже застарелый, даже годовалый. Вообще обалдетная вещь, девчонки. Кто-то писал, что может повредить ткань, кто-то писал, что может съесть краску. У меня с цветными вещами, с вами на крестюшке на платье на желтом выводили, с краской ничего не случилось. То есть до стирки видно, что там пятно белое, но на белое от карандаша, когда постирала, вся краска на месте, все отлично, все замечательно. Поэтому вот такая вещь у меня в доме должна быть всегда. Сейчас лето. И траву, и кровь, и какую-то смолу, и все, что я только не выводила, выводит все. Поэтому вот это работает, а вот это я люблю. Так, дальше тропический микс у нас с вами гель Биоси для душа. Вот так он выглядит. Артикула вот 24-30, по-моему, если я не ошибаюсь. Наклеечка какая-то была. Здесь 200 мл. И он, знаете, такой гель по типу натурального. Он вроде как и заявлен как натуральный, но он выходит такими соплями. Знаете, я в свое время брала как-то скатку из фикса. Господи, как это серия? Сейдо называется, да? И вот она выходила такими соплями гелеобразными. Вот здесь тоже, то есть кусками вываливается. Желе даже такое, не геле, а желе. Но в целом запах классный, очищает здорово, кожу не сушит. Поэтому гель нормальный, несмотря на то, что такая странная текстура. Зубная паста закончилась из линейки Технокитс 6+, это груша. Пасты классные, пасты хорошо очищают эмаль. Прям очень хорошо, мне нравится. 23-59, артикул. Сама ими пользовалась, никаких нареканий нет, проблем с зубками нет. Чистим этими пастами уже несколько лет зубы, поэтому могу рекомендовать смело. Закончился праймер для губ из линейки Дода Бест Глантим, да? У нас с вами, вот его сколько тут осталось. Это вот такая вот розовенькая, розовенький такой плотный бальзам, который вы наносите на губки, они моментально разглаживаются. Он прям классный, классный, класснючий такой. Он дает легкий, на руке вы не увидите. Легкий такой выбеливающий оттеночек на губках. Немножко, немножко, прям совсем. Уже тут только ковырять, но у меня есть такой второй. Артикул я вам тоже не скажу, девчонки, праймер для губ у нас Фаберлика 1, да? Могу смело рекомендовать, особенно у кого сохнут губки, особенно на осень, на зиму, вообще изумительно. Я пользуюсь с удовольствием. Вы видели, чтобы я в пустых баночках показывала вам, что добила какой-то бальзам или помаду? Нет. А вот это добила, представляете? Не то, что добила, а пользовалась с удовольствием. Практически на ежедневной основе. То есть наносишь все, губки ровненькие, все морщинки заполняются в губках. То есть праймер рабочий, праймер крутой. Подматываю помаду, вообще шик, блеск, красота. Он своих денег полностью стоит. Так, высохла подводка у меня коричневая из линейки Глэм Тим. Вот такая вот подводка маркер, коричневая. Вы у меня почти постоянно ее видите на веках. У меня, кстати, стерся артикул, по-моему, 57-89. Здесь вот такой классный наконечник, как фломастер, как маркер. Можно нарисовать совсем тонюсенькую стрелку. Она совсем высохла, уже вот еле-еле рисует. Но у нее... Сейчас попробую вам оттенок передать. О, нарисовала. На глазах не очень. Ну, тут наслоила просто. У нее такой вот коричневый, благородный, ни рыжий, ни серый. Коричневый, натуральный, красивенький такой оттеночек. Очень суперский. Можно нарисовать и тоненькую стрелочку, можно и толстую. Рисовать таким маркером одно удовольствие. Поэтому, конечно, буду повторять. В жару, в сильную, да, может отпечататься на нависшем веке. Может, чуть-чуть. А если прям вот сильно жары нет, то у меня целый день сидит на веках. Все отлично, все замечательно, все идеально. Так, ну и на этом все. Мои хорошие отсылки для регистрации. Фаберлик всегда под видео. Есть еще немного времени, чтобы успеть получить денежный бонус от компании. Да, в следующем каталоге уже не денежный бонус. Подарок будет парфюм. Поэтому проходите, регистрируйтесь. Я с вами обязательно свяжусь, буду помогать. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.